Дню сотрудников органов внутренних дел посвящается. Именно к этому празднику приурочили традиционный всероссийский волейбольный турнир, который в минувшие выходные проходил в Набережных Челнах. Наш город представлял клуб «Динамо», который выступает в первой лиге чемпионата России. И на правах хозяева площадки принимали гостей. Кто приехал побороться за кубок и кому он в итоге достался, расскажем далее. Участников соревнований приветствовали именитые волейболисты, руководство управления внутренних дел города, а кадеты и ветераны службы подарили в честь грядущего праздника творческие номера. После пожеланий честной борьбы и победы сильнейшему на площадке встретились хозяева и гости из Стерлитамака. Участниками турнира стали волейболисты еще четырех городов Казани, Альметьевска, Тольятти и Нижнего Новгорода. Всего шесть команд, которые разбили на две группы. Турнир проводится в два этапа. Сегодня успеют лишь распределить позиции команд в группах А и Б. Непосредственно финал и встречи за призовые места состоятся завтра. За кубок в Набережных Челнах борются традиционные друзья и соперники по регулярному чемпионату. И это отличная возможность лишний раз присмотреться конкурентам, оценить свои силы и готовность. Уже в конце ноября стартуют матчи первой лиги по волейболу, согласно спортивному календарю. Настроение у всех боевое, так скажем, это дежурная фраза. Мы ставим свои задачи на турнир, нам надо ряд игроков посмотреть, ряд позиций проверить. И по конечным итогам всегда любая команда стремится победить. «Очень много народу вернулось, молодых ребят, которые поиграли в Москве, Даниленко, Двери, Дима Мальцев вернулся, капитан команды. Молодые из спортивной школы подтянулись нам ребята». Челнинцы матч за матчем одерживали победы. В групповом этапе уверенно разобрались с гостями из Стрелитамака, а в финале переиграли соседей из Альметьевска, которые заняли второе место. На третьем – Казань. Егор Орлов, Дмитрий Кравченко, РНТВ, Набережные Челны.